Добро пожаловать на мой канал! Это в моем стиле, когда что-то, когда все остается на последний момент То есть, как бы это плохо не звучало, как бы это было ненормально для большинства людей У меня все именно складывается вот таким вот образом Но для того, чтобы разбавить этот видос, я попросила вас задать мне вопросы, которые были связаны со школой И давайте сейчас, чтобы видео не было таким, как-то сказать, скучным, неинтересным Давайте сейчас просто это разбавим А вторая часть по поводу канцелярии и всяких принадлежностей, тетрадей и все подобное будет чуть позже Потому что ко мне едет большая поставка, так скажем Большая, да Анжелика спрашивает, была ли у тебя какая-нибудь кличка в школе? Если честно, мне не приживались, к сожалению, клички, даже не по фамилии, связанные с фамилией Как-то вот... вот все как-то мимо оно проходило Ну, там были всякие там, типа, хвосты Вот я, в принципе, и сделала такие хвосты У меня была такая кличка в одиннадцатом классе Потому что я постоянно ходила с двумя хвостами И мне прозвали... ну, хвосты, короче, вот А так, Громушка Ну, всякие такие производные И если, короче, клички были от моих друзей То они тоже, кстати, говорят, не почему-то, ну, не прилипают Я не знаю, почему так получилось, но как есть Полина спрашивает, любила ли я кого-нибудь в школе Да, у меня была школьная любовь Я даже думаю, как бы, отдельно видосы два написать Первая любовь случилась у меня в пятом классе Потому что к нам перевели многих людей Там, действительно, это были дети военных И мне понравился мальчик Я ему понравилась Мы, кстати, очень долго общались Но мы не встречались Просто в пятом классе было как-то... ну, не до этого Было неинтересно, если честно, встречаться мне Вот, в принципе, в одиннадцатом тоже ничего не изменилось Вот, а в одиннадцатом там прям такая любовь была, да, прям То есть пятый, одиннадцатый, а в промежутке как-то у меня такое Ничего интересного Анна спрашивает Как ты училась? Отличник или хорошист? Ну, видимо, Аня просто очень хорошо обо мне думает И я такой троечник Причем полноценный троечник И мне это как-то, как вам сказать Мне это не помешало поступить в институт Потому что мне не хотелось учиться в школе И мне это было неинтересно И было куча всего другого, чем можно было заниматься в другое школьное время Кстати, у меня есть видео на канале По поводу 30 фактов про школу Так что, я уже не помню Я просто видео не пересматриваю Настя спрашивает Какие конфликты у меня были в школе И какой был самый нелюбимый учитель Был по биологии Она же была нашим классным руководителем Ну, это просто отдельная личность Которая постоянно любила всех пронижать Которая постоянно любила очень сильно всех унижать И про стояние в раковине Ну, не в самой раковине, а у раковины Это было постоянно То есть, если ты опоздал на ее урок, она ставила Даже если ты в 11 классе Ты обязательно стоишь у раковины Ну вот, такой она человек Ей очень нравилось унижать людей И, пожалуй, она меня напрягала больше всего И еще у нас был такой дяденька, который преподавал общество знания И он очень любил вот так вот сидит, сидит, сидит Что-то ему какая-то мысль пришла в голову И он так ускакивает, короче И мы все так боялись Потому что у него было что-то ненормальное с психикой В конечном итоге он ударил одну девочку Ну, не из моего класса, а вообще ударил девочку И его после того уволили Был педсовет, собрание, типа, как так Учитель ударил ученика То есть, это, ну, это жесть была Не подвела меня интуиция по этому поводу Что человек оказался именно таким Конфликты с учителем у меня были постоянно Это было нормально просто Я либо отмалчивалась, когда они какую-то глупость несли Либо обязательно их ставила Ну, пыталась, по крайней мере, поставить на место Один раз я побила учительницу Был такой случай Дело в том, что я подумала, что это мальчик Который мне досаждал постоянно Который меня бесил Вот, и он так со спины подошел Короче, как даст мне И я так же со спины подбежала Начала дубасить, причем со всей силы То есть, реакция была такая, норма А потом оборачивается человек А, это оказалась учительница, как бы Ну, ничего, нас казалось И что, боксером, что ли, будешь? Что такая реакция? Я сказала, ну, блин, я думала, ты тот чувак, который меня напрягает Аня спрашивает, какой самый любимый урок? Я думаю, что самый любимый урок Все-таки у меня Это была литература И физкультура до класса пятого, наверное И, кстати, как это ни странно Это была физика Потому что дядька был очень интересный Дядька был в возрасте И рассказывал очень интересные штуки После этого Ну, классу, как обычно, было скучно Все это слушать, смотреть Ну, плюс еще, опять же, понимаете От учителя зависит очень многое На самом деле, очень много зависит от учителя И также была у меня любимым предметом История с пятого по седьмой класс Потому что была классная училка Ну, мне школа как-то так была Вот в плане учителей У меня даже, когда мама спрашивала Ну, какой у тебя любимый урок? Я так Марина спрашивает Как настроиться на школу? У меня был тут самой для себя Был только один совет Как можно самого себя настроить Можно самого себя настроить Как? Что сейчас вы приходите в сентябре в школу А октябрь И потом каникул И вы опять отдыхаете Настраивать себя можно Таким же другим способом Таким, например, что Придумывать какие-то интересные занятия После школы То есть вы пока сидите в школе Вы думаете Так, вот сейчас время пройдет Вот это вот время пройдет Вот время пройдет И потом я схожу туда-то Это как отдушина Или, например Всегда знайте, что Взрослые работают И у них, как правило, работа Она идет дольше, чем школа То есть если в школе вы заканчиваете Самые там, по-моему, долгое До трех часов дня Если вы учитесь первую смену То у взрослых до семи До восьми вечера работа Это совсем скучно И неинтересно Ну, если В зависимости, конечно, от того, что эта работа интересна То это один разговор Но всегда имейте в виду Что у вас больше интересов И настраивайте себя так Что у вас это молодость И вы за это время успеете Очень многое сделать Несмотря на то, что вы учитесь в школе Ну, просто всегда настраивайтесь на то, что у вас впереди вся жизнь И школа это всего лишь такой маленький кусок Который, ну, ну, хоть и не очень хороший у кого-то, да, может быть Но он все равно закончится И лучше ценить время здесь и сейчас Потому что время-то уходит А время потом не вернешь Время самое дорогое, то, что есть у людей И только так можно себя настроить на школу Вот, кстати, и Кач тоже спрашивает Как подготовиться к школе Единственный совет, который могу дать Чтобы вам проще было учиться Это лечь пораньше спать Хотя бы заранее Потому что будет так тяжело После лета, проведенного в интернете До пяти, до четырех утра Вот это вот все Очень маленький процент людей Соблюдает режим летом И я тоже не соблюдаю режим летом И для меня это дико Как можно лечь там 10 часов Но на самом деле это правильно Если кто это может сделать Положить спать Потому что, ну, хуже никогда вам не будет А настраивать на школу, знаете Тут нет такого, что прям морально настроиться Прям вот сейчас Просто понимайте, что этот период жизни Он тоже пройдет Каким бы он был плохим У вас не был Все равно будут какие-то хорошие моменты Единственное, что я в школу, конечно, не вспоминаю Но все проходит Вообще все проходит И с этой мыслью я всегда шла В тот или иной класс Мне это было вообще неинтересно Но оно когда-нибудь закончится И поверьте, в институте намного интереснее Учиться намного интереснее Вообще какие-то взаимоотношения между людьми Намного интереснее предметы И все будет совершенно по-другому А школа это так Ну, это надо пройти Единственное, что могу вам посоветовать Если у вас вдруг не получается Себя настроить именно там На какой-то лад Именно в плане учебы Я, например, любила заниматься И читать те книжки Которые не были по школе По прощению школьным И я их читаю сейчас Например, сейчас я перечитываю Достоевского приключения и наказания Потому что Ну, потому что в школе Мне не хотелось это читать Я читала более другую литературу Которая была более серьезной на самом деле Потому что я не читаю Что приключение Приключение и наказание Вот это прям Это прям жизнь Этой книжке прям про меня Была бы написана Приключение и наказание Ладно Преступление и наказание Дело в том, что Мне не было интересно читать это в школе И я считаю И я до сих пор считаю Что Зачем это преподают? Ну зачем? Ведь она такая скучная Она написана таким тяжелым языком Она Я читаю эту книгу две недели Вы не поверите Я книжки обычно читаю по Два, три Там максимум четыре дня Эту книгу я читаю Вторую неделю подряд И вот сейчас дать дачу Поэтому, ребята Поверьте Как бы вы сейчас не говорили Что Ой, ты уже закончила Тебе легко говорить Было сложно Серьезно Было очень сложно И Но все проходит Про ОГ Я очень смутно помню Все экзамены Которые были Потому что Они мне были на таком Нереальном стрессе Что Мне, наверное, помогло то Что у меня на одних из экзаменов Была мама в комиссии Вот, да Как бы признаюсь честно И она Мне кажется, морально помогала Мне как бы сдавать все эти экзамены Потому что Сейчас бы я бы уже, мне кажется Не знала всего этого Но единственное, что мне помогало Это готовиться Как я не умею Вот так, вот знаете Зазубривать У меня очень хорошо развита Моторная память Что-то значит И когда, например, пишешь что-то Ты учишь И я так делала По два-три раза То есть Я прописывала, допустим, абзац Потом еще раз его прописывала И я таким образом Я запоминала И я по-другому Больше, ну, никак не учила И я по-другому не умею То, что я читаю книги Оно откладывается, конечно Но чтобы прям Вызубрить на зубок И так прям Хорошо сказать Прям с помощью Именно того, что пишешь Просто По-другому Я не могла Зазубрить чего-то Полина спрашивает Мой самый нелюбимый урок И любила ходить в школу Нет, в школу я ненавидела ходить Несмотря на то, что у меня там В принципе были приятельские отношения Очень неплохие, так скажем Ну, не со всеми, конечно Но только с некоторыми Потому что у меня очень плохие отношения были С некоторыми людьми А вот ходить нет Я очень много прогуливала, если честно И я не считаю, что это пример для подражания Это плохо Наверное, не знаю Ну, решайте сами Короче, да Но фишка в том, что Мне не нравилось И Нелюбимый урок Это, опять же Биология Это был Не какой-то По специфике Нелюбимый урок А потому что Учитель могла нам Например, такое сказать, что Молоко у китов Очень вкусное И там вот такая вот жирность Как бы вот такая вот К чему это вообще? То есть Типа Если будет возможность Попробовать молоко кита То попробуйте Даша спрашивает В каком классе было Труднее всего И почему? Да? Да, такой вопрос Труднее всего Было, конечно же В последнем классе Потому что были Экзамены Потому что У нас еще Кроме Выпускного И всего прочего И всего остального У меня были Подготовительные курсы В институт Скажу честно Да, я еще ходила туда То есть После школы Я ехала бы на подготовишки И у меня абсолютно Не было свободного времени То есть Три раза в неделю Я ездила на подготовишки Остальное Все школа Уроки я Особо не делала А подготовиться Как бы нужно было Чтобы выпустить Чтобы тебе дали аттестат Я кое-как вообще Все это делала Кое-как И Ну, в конечном счете У меня все получилось дать Так что все ок Все ок Короче, вот А, еще почему-то Был напряженный Очень седьмой класс Я не могу вспомнить Почему Хотя в принципе Там ничего особенного Не было Может быть Потому что Постоянно менялись Учителя И как-то Добавились А, химия добавилась Да А я химию Как бы специально Заваливала Чтобы не выступать На медицинский Потому что я Не люблю Вот этого всего Так Ну, Варя Тут просит Передать привет Ладно уж Как вопрос-ответ И сделаем Варе тебе привет В этом году Да, буду учиться Но у меня пока Другие как бы вопросы Нужно поехать В универ Кое-что спросить И Варя также спрашивала Самое прикольное место В школе У нас это была Лаборантская В кабинете биологии Потому что В Лаборантской Там стояли Всякие жабы Которые были Такие вот И мы очень любили Чердак У нас была крыша У нас была возможность С пятого этажа Подняться По лесенке На чердак И мы там Прогуливали Кстати, очень часто Карина спрашивает Ты ходила на физру? Ходила У меня не было К сожалению Освобождения Я все Для этого делала Чтобы не ходить На физкультуру Потому что До пятого класса Мне очень нравилось С пятого класса По восьмой У нас была Конченная училка Которая Меня очень не любила Просто дико Меня не любила И А с Восьмого По одиннадцатый У меня была Преподавательница Которая училась Со мной в одном доме И очень хорошо Общалась с моей мамой Поэтому она мне ставила Четыре Вот только по этому поводу И в принципе Когда вот эта вот Ситуация с маминой знакомой Там была Ну я так На физкультуру Как бы Ну уже проще было Но я очень не любила Гимнастику Вот это вот все Мне очень нравились лыжи И к сожалению Особой такой большой возможности Ходить на лыжи У меня не было Потому что Не было Именно такого факультатива И таким нормам Которые я Очень любила Делать Потому что Я могу на лыжах Поехать сколько угодно Вообще Мне как бы Ну мне никогда не было сложно Это вот все зимние виды спорта А летние там По типу гимнастике Вот эти кувырки вперед Фу вообще Такое Это стой Зачем Вот это все надо Я не знаю Кристина спрашивает Как выжить в школе Ты знаешь Это такой очень сложный вопрос Дело в том Что кого-то реально гнобят И что ему невозможно жить Там да Вот как это было Как гнобили учителя У меня в школе Когда из трех классов Сделали один Специально То есть Десятый-одиннадцатый класс Ну так учили И дети не могли даже сидеть За партами Потому что у нас не хватало места И многие дети писали Изложения на коленках Потому что учительница Хотела всех выжить Вот это вот реально Выжить в школе То что видела я когда-то В десятом классе И многие ушли После десятого После первого четверти Десятого класса Только по одной простой причине Что было невозможно Жить в таких условиях Учиться Все равно у меня постоянно Мне наверное до конца Одиннадцатого класса Учителя вот так вот просто Натягивали пытались Там что-то сделать Мне всегда было Все равно То есть Не у всех Не у всех есть такой Скилл Пофигизма Когда вы можете Эту маску на себя Натянуть и сказать Типа Пофиг Че пусть там говорят На самом деле это правильно Это очень хорошая позиция Я считаю Когда вам все равно Вам с этим будет проще жить Мне кажется Про выжить в школе Надо отдельный видос пилить Ну а могу точно вам сказать Будьте более дерзкими Не давайте себя в обиду И это очень важно В нынешнем времени Потому что Сейчас мир настроен так Чтобы принизить Оскорбить Как-то вот Не надо Давать людям отпор Вообще я против того Когда люди вот так вот Шпуняют Унижают Там Или еще что-то делают Я всегда придерживаюсь Такой политики Не трогайте меня И я не буду трогать вас Это вот самая правильная политика Ну а какие были У меня любимые уроки Я уже как бы вам рассказывала Это литература А кстати Еще можно отнести сюда Русский язык Мне очень нравилось Тем более что У меня сюда по-русскому Было все отлично А ты отличница была Или ударница Я там плохо училась в школе Просто Уже Я не знаю Может быть Уже давно такого сленга нет Но у нас так не говорили Кстати Оббежали ли тебя в школе Да Было дело И до определенного момента Я не умела За себя постоять И оббежали поэтому сильнее И Юля также спрашивает Была ли я хорошисткой Периодически Потому что Троек было больше Спасибо большое за просмотр Спасибо большое Что все лето Мы были с вами вместе Я очень рада Видеть всех новых подписчиков На канале Мы хоть и маленькими темпами Но у нас становится больше Вот И что я вам хочу пожелать На следующий учебный год Чтобы у вас все было хорошо Чтобы вы не болели Были здоровы Чтобы вас оберегали близкие Чтобы у вас было много-много друзей Ну и конечно же Чтобы эта учеба Она поскорее бы закончилась И наступило снова лето Короче Ну вы же любите лето Вот И Следующие видео уже Будут с нас осенью А осень будет завтра Поэтому Чтобы долго не задерживать вас Перед мониторами Давайте распрощаемся До осени До первого сентября Я вас всех очень люблю Всегда ваша грамотаж Пока Лето пролетело Все осталось Позади Но мы-то знаем Лучшее, конечно, впереди Вот Лето пролетело Надо оставить Позади Но мы-то знаем Да Лучшее, конечно, впереди Продолжение следует... Продолжение следует...